Добрый день, уважаемые коллеги! Я, как всегда, рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. Несколько слов сначала, как всегда, для тех, кто всегда у нас на вебинаре, можете эти слова пропустить. Для тех, кто первый раз, я напоминаю, что в самом начале нашего чата находится несколько полезных ссылок. И сейчас я про эти ссылки расскажу. Первая ссылка – это ссылка на наш сайт, сайт Директ Академии. Его главная страница является расписанием вебинаров. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года. До конца учебного года осталось не так много, это конец июня. И вот до конца июня все темы вебинаров доступны для регистрации. Вторая ссылка – она отвечает на вопрос, будет ли запись вебинара и где она будет храниться. Запись нашего вебинара будет храниться на видеоканале в YouTube. Появится она сегодня вечером. Кстати, хотел бы заметить, что сегодняшняя запись нашего вебинара будет ровно 300-я на нашем канале, на нашем видеоканале в YouTube. Так что подписывайтесь на наш канал и будете всегда в ходе всего происходящего. Ну и, наконец, третья ссылка. Она ведет на страницу нашего сайта с описанием онлайн-курсов. Онлайн-курсы – это новое предложение от Директ Академии, от компании Директ Медиа. Мы готовы провести курсы для ваших вузов, для ваших юридических лиц, центров, библиотек и так далее. Список этих курсов пока содержит 4 курса. Вот один из курсов как раз представляет наш сегодняшний спикер Константин Николаевич Костюк. Можете ознакомиться с его курсом более подробно. Как только он начнет свой вебинар, я дам более подробную ссылку на курс Константина Николаевича. Ну и еще три курса посвящены учебному контенту. Можете на них посмотреть и выбрать, какой вам понравится. Как всегда, я представляю, перед тем, как передать слово сегодняшнему спикеру, я представляю три следующих вебинара, которые у нас состоятся в ближайшее время. Сейчас я дам ссылки на эти вебинары прямо в чат, и прямо из чата вы сможете на них зарегистрироваться, если они вас интересуют. Завтра у нас вебинар Татьяны Телегиной, нашего постоянного ведущего, постоянной ведущей. Называется он «Знакомьтесь, классификатор ББК». Татьяна у нас последние полгода ведет вебинары, посвященные библиографии. До этого были другие вебинары, но вот подробно вопросов библиографии мы коснулись последние полгода. 9-го числа, это у нас рабочая суббота, будет вебинар. Вебинар будет вести сотрудница компании Директ Медиа, директор по маркетингу Марьяна Ганичева. Название вебинара «Сервис ВКР и репозиторий и студенческая наука». Это наш так называемый продуктовый вебинар об одном из продуктов компании Директ Медиа. И, наконец, сразу после праздников, не сразу, на следующий день после праздников, 14 июня, будет вебинар Анастасии Пахоруковой «Библиотечный информационный квест». Это вебинар победительницы нашего конкурса слушательских вебинаров. Если вы помните, в понедельник прошел первый такой вебинар, прошел с большим успехом, почти 200 человек было, более 200 человек было на этом вебинаре. Ну и вот второй вебинар, который мы проведем, это от слушательницы, которая в нашем голосовании, эта тема заняла первое место, если не изменяет память, 64 голоса из 100 получил этот вебинар. Ну что ж, у меня все, и я передаю слово Константину Николаевичу Костюку для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Константин, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на моем вебинаре. Ну, сразу оговорюсь, я не первый раз буду подавать основной материал. Основной сегодня будет в вебинаре – это исследования американские по использованию электронной книги в академических библиотеках. У меня уже были публикации и даже выступления на эту тему. Так что, кто слушал, наверное, тому будет уже не очень это новое интересное. Но сегодня мы в более широком контексте поговорим об общающем, вообще о международной практике использования электронной книги в академических библиотеках. И больше внимания на сопоставление того, чем мы отличаемся, чем отличаются от нас коллеги в других странах. Думаю, это будет интересно. Вы в курсе, что несколько дней назад прошел книжный фестиваль на Красной площади. Там была и отраслевая конференция. Были очень интересные выступления, касающиеся книжного рынка, электронных книг в частности. И затрагивалась и практика книг на зарубежных рынках. Но это не академические библиотеки, это электронные книги как таковая. Поэтому интересно на фоне складывающейся практики развития жизни электронных книг выделить и поговорить отдельно академическую электронную книгу и академические библиотеки. И фиксируя ту точку, на которой мы оказались, я бы обратил внимание на то, что сегодня дискуссии носят совершенно иной характер, чем 10 лет назад. Вспомним 10 лет, это не такой большой разрыв. 10 лет назад мы с вами в основном обсуждали электронные книги в контексте их новых преимуществ, в контексте их побеждающего будущего. В общем-то, в основном все разговоры сводились, какие они будут удобны электронной книге, как легко к ним доступ получать, новые их функции. В общем, в основном в таком радужном ключе открытие новых возможностей. И вследствие этого многие, кто боялся, а кто с оптимизмом выдвигал предположение, что, наверное, электронная книга полностью заменит печатные книги. Печатные книги – это устаревший век, это все и более дорого, и более неудобно. Вот, пожалуйста, гаджет и читай себе читай. И вместе с этим 10 лет назад интернет развивался, экраны развивались, вот эти гаджеты и читалки пока входили только на рынок. И было тоже общее убеждение, что они как раз эти новые возможности открывают. И с ростом качества и комфортности таких устройств электронная книга и будет энергично вытеснять бумажную. И как финал этого электронная книга и на рынке книжном компенсирует те потери, которые начали как раз 10 лет назад очень энергично происходить на книжном рынке. И просто все перейдет на электронную книгу и, в принципе, кроме как носителей, ничего больше не изменится. Вот такое было общее настроение 10 лет, мы еще не совсем от него отошли, и не совсем разговоры эти прекратились. Тем не менее, кое-какие факторы и общая ситуация стала более понятной, и мы понимаем, что многие из этих представлений были радужными и не соответствуют реальной динамике. Где-то еще время не сработало, но тем не менее, сегодня на всех книжных рынках, включая академическую книгу, приходит определенность, что печатные книги, во-первых, останется, а во-вторых, она даже удобнее для чтения. И те, кто по-настоящему читает, читает большие тексты, те просят и в библиотеках, и покупают в магазинах печатные книги, ну, потому что действительно большие тексты, большие, для которых предназначена книга, с экрана читать утомительно. Ну, и не каждому это подходит. Хотя целый ряд плюсов, в том числе для сохранения зрения, вот вопреки первоначальным претензиям, очень много плюсов у электронной книги обнаружилось даже в тех сферах, где их не подозревали. И они все-таки не исчезли, а даже утвердились. И сегодня уже никто не говорит о том, что печатная книга вообще там умрет, или во всяком случае осторожны, так говорят, но спорят о соотношении, как будет соотноситься печатная и электронная, потому что тоже стало понятно, что электронная книга, это не просто мода, и шла и ушла, а это надолго, и это некий совершенно новый функционал, некая новая возможность книги. И вот сегодня колеблется вот этот баланс между 50-50 до 90 на 10, 90 в пользу печатной книги, это, так сказать, традиционалисты, ну, и есть те оптимисты, которые говорят, что 90 все-таки электронная книга будет снимать. Вот еще важно, что все вот те технологические изменения в качестве экрана, в качестве и размерах читалок, они существенно не изменили практику. Несмотря на то, что сейчас вот все практически переходит, весь веб, интернет переходит на мобильные устройства, вот книги, как оказалось, не очень любят переходить на мобильные устройства. И в частности, вот те ридеры-читалки, которые тоже, на которых возлагалась большая надежда, электронная бумага, по технологии электронной бумаги, вот как оказалось, что она, ну, слишком нишевым оказывается, и книжный рынок в целом, ну, не осиливает вот такое устройство. Вот, хотя вот есть интересные подходы, в частности, я пользуюсь, такой вы, наверное, знаете, наша разработка, YotaFone. Вот, это мобильный телефон с электронной книгой на задней обложке. Вот, честно скажу, меня абсолютно устраивает. Я читаю прекрасно электронные книги, именно по технологии электронной бумаги. Вот, но YotaFone тоже не выдержал конкуренции, вышел куда-то. И это довольно дорого получается все равно. В общем, читалки оказываются слишком дорогими, чтобы вот на этот узкий рынок электронных книг прийти и там доминировать. Хотя он тоже не исчез, и ими продолжают пользоваться. Вот, ну и последняя тоже ясность, которая пришла, что электронная книга не может заместить издателям доходы или падение доходов от печатной книги ни на академическом, ни на каком субрынке. Вот, дальше пираты не отступают, хоть и борьба с ними ведется достаточно эффективно, но вся эта эффективность примерно концентрируется в рынке бестселлеров, дорогой такой коммерческой литературы. Вот, а так большинство народу все равно продолжает электронную книгу использовать бесплатно и не чувствует, что здесь что-то меняется. И тоже, как одно из следствий этой ситуации, не все издатели переходят на электронную книгу, даже я скажу на удивление, очень много издательств не работают с электронной книгой. И это большой ущерб этого рынка, не каждую книгу вы найдете в электронном виде, а в печатном вы ее в основном найдете. Вот, так что здесь есть куда расти, изменения, конечно, здесь будут большими, но уже вот можно какую-то смену настроения четко фиксировать. Таким образом, вопрос, прояснилось ли будущее электронной книги? Наверное, еще нет. И важно здесь что? Что классический линейный текст, который книгой представляет, уходит из коммуникации. Этот процесс мощный, он продолжает коммуникации, завоевывает гипертексты, электронные медиа, которые способны этот гипертекст нести. То есть текст, снабженный ссылками, иллюстрациями, видео, всем-всем-всем, что только может быть. Вот, то, что мы с вами имеем в интернете, в социальных сетях, в наших мобильных телефонах, это все гипертексты. И переходя на мессенджеры и на другие аналогичные вещи, мы с вами покидаем пространство классического текста. И книга, соответственно, покидает сферы, базовая сфера информационного обмена, сферы нашей коммуникации, сферы новостей, сферы информационного обмена. Книга также продолжает вытесняться электронными медиа, особенно из сфер досуга, бытовой коммуникации. Но, во всяком случае, она вытесняется не так энергично и очевидно, как другие формы классических медиа-носителей, в частности, газет. Я все время показываю эту книжку, «Когда умрут газеты». В общем, она была 10 лет назад как раз написана. И, мне кажется, автор Мирошенченко, он как раз здесь правильно сделал прогноз, что газеты умрут точно. И это произойдет тогда, когда умрет, скажем так, последний человек, который привык, родился в эпоху газет. Вот, новое поколение, оно газет практически не видело. Только так в самолете может быть. И действительно, ларьки, мы видим, заполняются совсем другим контентом. И газет все меньше, они все проще, они переходят в интернет-среду. А вот про журнал как раз самые оживленные дискуссии. И форм-фактор журнала, он все-таки специфический. Он, особенно в формате глянцевого журнала, жизнеспособен, чисто с эстетической точки зрения. Но и в формате научной переводики тоже оказалось, что он удивительно жизнеспособен. Но может существовать совершенно без печатной версии. Так что, вот, под угрозой стоят, прежде всего, форматы СМИ, где идет живая коммуникация и новостной информационный обмен. Им тяжелее. А вот у книги есть несколько ее ключевых особенностей, которые ей внушают некую надежду на будущее. Ну, во-первых, у нас книга всегда ассоциировалась с носителем знания. И никакие новости, новости не знания, да. Знание это уже какой-то упорядоченный, систематизированный, в сухом остатке оставшийся информационный контент. Вот именно, чтобы его зафиксировать в таком качестве и нужна книга. Она как бы паспорт именно знания. Вот это очень первое такое важное ее свойство. Второе. Книга-носитель мега-нарратива, то есть большой истории. Мы привыкли и уже очень удобно читаем с экранов всякие короткие тексты, да, и даже практически новый формат использования нашего нами информации возник. Это вот серфинг, погуглить, то есть что-то быстро пробежаться, это такой мониторинг информационный. А вот чтобы ознакомиться с большим текстом, нам нужна книга. И пока это действительно самый удобный формат, даже пусть и в виде электронной книги. Вот. И третье, я, это уже я отмечаю, очень важный такой гносиологический, эстемологический фактор. И книга, она возникла как органон абстрактного мышления, как вот именно пространство, где может быть только написан текст, но никак не воспроизведен. Книга – это тот инструмент, который развил наше абстрактное мышление и в чем-то сделал нас людьми, теми, кто мы есть. Вот эта вещь редко на философских страницах всяких гносиологических трудов появляется, а мне кажется, это ключевая такая вещь. Книга – это некая квинтэссенция письменной культуры. И именно благодаря письменной культуре мы с вами можем так легко сегодня логически рассуждать, без всяких там визуальных подпорок. И любая визуализация, она подрывает нашу способность к абстрактному мышлению. Поэтому в обучении, ну и в нашей жизни, если вы не хотите быть, так сказать, опускаться вниз по эволюционной лестнице, пожалуйста, читайте книги и тренируйте мозги вот на таком форм-факторе. Ну и, наконец, четвертое, об этом почему-то говорят больше всех, но мне кажется, это на последнем месте, то, что книга пахнет. Ну мы все-таки не собачки, мне кажется, мне лично то, что она пахнет, ну совершенно никак не играет никакой роли. А вот то, что это бумажный блок, кодекс, то, что можно закладочку сделать, полистать, вот как-то ощутить ближе предмет, я здесь выделяю физиологичность. То есть все, что человек может потрогать, обнять, оно на порядок ценнее для него любой там картинки с экранов, любой виртуальной реальности. Вот мне кажется, вот это как раз и ключевой эстетически чувственный такой параметр книги, за который мы его ценим. Книга дорога человеку, ее можно любить, с ней можно много связать. Вот опять же отсылаю к пьесе Гришковца «Прощание с бумагой», где очень так вот это все творчески выражено. Ну и потом, да, очень важно, мне кажется, ну и все это понимают, что особенно важна бумажная книга для этапа взросления, становления ребенка, личности. Вот на этой конференции как раз цифра называлась, что электронная книга в детской книге занимает какой-то там одну сотую процента. Вот, наверное, это одна сотая может увеличиться в несколько раз, но все равно, понятно, так же, как ребенок сначала встает, учится на ноги, так же вот и его обучение, медиа обучение со всеми остальными форматами, оно обязательно должно происходить через бумажную книгу, и лишать этого ни в коем случае нельзя. Вот, так что вот этого, мне кажется, достаточно для того, чтобы книгу ставить не в музей, а на нашу полку, и уже чтобы она никогда туда не уходила. Ну, а еще отмечу, что вот есть, наверное, форма литературы, где действительно нет альтернатив. Это роман для художественного чтения, книга как эстетическое удовольствие, полноценное, вот это вот, с чувственными всеми нашими факторами. Дальше, это учебник и монография, то есть свойство книги как эрганон знаний, тоже не обойдешься просто электронной версией. Это художественный альбом, полноценная эстетическая демонстрация, где мы можем видеть глянцевую картинку, вот со всей игрой красок, приближать, удалять, в общем, играть вот этими красками. То есть книга вообще как произведение искусства. Вот эти три формата, где книга обязательно должна быть. Хотя, обращу ваше внимание, да, что тут все неоднозначно, как раз в формате художественной литературы происходит самое быстрое движение электронных книг. Опять же, в формате учебника, но, во всяком случае, вузовского. Опять-таки, это опережающий сегмент развития электронных книг. И альбомы мы тоже видим с ростом интернета, и вот этих вот картинок простоты, легкодоступности. Рынок альбомов ощутил колоссальный удар по себе. Так что ничто не гарантирует книге какую-то безоблачную жизнь, может быть, только в детской литературе. Везде хоть она и остается, она остается совместно и в единстве с электронной книгой. И поэтому, вот еще раз свое кредо формулирую, я уже давно для себя решил пользоваться не понятием электронной книги, а понятием широким, более широким цифровая книга, которая включает в себя единство и электронного формата, и бумажного формата. И думаю, когда-то мы вообще не будем здесь видеть какой-то проблемы. Вот в нашем издательстве у нас очень большой прайс литературы, около 10 тысяч, и все эти книги, они могут, во-первых, они представлены в электронном формате, как вы знаете, в нашем ЭБС, интернет-магазине, и они всегда могут быть распечатаны, и мы их реализуем в печатной форме, в библиотеке, в магазине, все как положено. То есть вот это перетекание, оно становится все проще. Ну и еще одно важное свойство вот этого нового рынка цифровой книги, в которой электронный бумажный формат, это как бы две руки, два крыла, и то воздействие на сам книжный рынок, который произошел с этим, и воздействие прежде всего вследствие переизбытка, который перенаполнил все информационные книжные каналы и немножко по-другому структурировал рынок. И вот одно из важных изменений вследствие этого, то, что научная книга, о которой мы сегодня говорим, практически никак больше не пересекается с популярной книгой. Если раньше у нас был магазин книжный, в котором можно было найти и то, и другое, в котором все книги из всех углов встречались друг с другом, то сегодня практически научную книгу вы в публичном магазине не найдете. И наоборот, академические библиотеки, они практически, там вы не найдете художественную книгу. То есть академическая книга образовала совершенно иной потребительский и рыночный ООН в зону, полностью отличную от популярной книги. Там работают другие издательства, там работают другие технологии, там присутствуют другие потребители. И это тоже, вот это вот сильное, очень жесткое разделение, это одно из следствий цифровой революции, то, что произошло именно книгой следствия цифры. Поэтому переходим к этому аспекту. Мы будем говорить об особенности использования электронных книг в академических библиотеках, вот об этой специфике. И уже предвосхищая вот те исследования, о которых мы будем говорить, социологические, сразу обобщим вот это отличие академических книг. Ну, во-первых, ее основная функция и сфера применения работа, а не досуг. С ней в основном работают. Это уже слишком сильно отличает ее от книги, с которой отдыхают. Во-вторых, это тоже такой неожиданный результат от последних 10 лет. Основной формат этой книги остался PDF. То есть формат, который исходит от печатной книги. PDF, а не EPUB. В то время как вот книга досуговая, популярная, она полноценно переходит на EPUB, то есть на гибкую верстку для разных мобильных устройств, вот PDF позволяет фиксировать страницу, соответственно, ссылаться на нее легко при цитировании без разницы на электронную книгу или на печатную книгу. Вот появляется такая универсальность благодаря PDF в использовании в научных ссылках, научных цитирования. Вот. И третье следствие тоже основное устройство, на котором используется научная книга, это все-таки персональный компьютер, ноутбук, а не мобильные устройства. Маленькие экраны для научной книги не подходят, но это как следствие того, что PDF хорошо позиционируется на компьютере, ну или в принципе в идеальном случае на устройствах подобных iPad. Вот. Но эти устройства тоже не завоевали 100% рынка, да, это тоже такие прикладные у кого-то есть, у кого-то нет, а вот компьютер он в принципе есть у всех. Хотя это не значит, что навсегда так. И следующее свойство академических книг то, что с ними работают на платформе, а не просто читают как отдельный файл, загрузив на свое устройство. Вот. И здесь целый ряд опций и функций цифровой книги возникают, которые делают книгу больше, книга. Это и особенно для корпоративного пользователя библиотечного, для библиотек. Это позволяет и управлять контингентом, следить, кто читает, кто не читает, как, сколько, кому, что нужно. Это позволяет и какой-то широкий функционал с книгой, быстро искать, читать фрагментами, быстро переходить от одного к другому, делать цитаты и так далее. То есть эта книга опять-таки не для чтения, никто не читает научную книгу от корки до корки, как это с романом происходит, а в основном читают фрагментами и поэтому на платформе. Вот. Ну и привязка, защита контента тоже играет роль. Следующее свойство, которое обнаружила академическая учебная книга, преимущество пакетной коллекционной подписки организациями, а не приобретение отдельных книг и не приобретение физическими лицами. Вот. Ну в основном эти книги, поскольку они для работы, для исследований, поскольку они малотиражные, очень дорогие, их все меньше покупают физические лица, поэтому для своих сотрудников их покупают организации, ну прежде всего библиотеки, университеты и так далее. вот. И одно из свойств покупки организации, это большая экономия средств при пакетной подписке, в целом стоимость электронной книги, вот при этих оптимизированных форматах падает многие разы по сравнению с бумажной книгой типа книжных доступов. Вот. Ну и последнее, это я сказал, что основной режим чтения это чтение фрагментов, а не чтение полной книги, это тоже не серфинг, как мы гуглим, это некоторая полуисследовательская работа по поиску того, что полезно и нужный данный момент. Так, переходим теперь немножко к международному пространству. Я все время называю электронные библиотеки то, те ресурсы, о которых мы говорим, профессиональные контентные системы, и встраиваю ресурсы электронной книги в более широкий контекст вот этих профессиональных контентных систем. И, соответственно, типологии этих систем на первое место исторически и по рынку надо ставить ресурсы научной переводики в первой по значимости. Второй большой сегмент этого рынка это архивы и репозитории, прежде всего очень быстро растущий сегмент открытого доступа. Там тоже поселяются книги, в частности существует движение монографии в открытом доступе, хотя это такой неспоставимый с переводикой сегмент. Ну, и третье электронные библиотечные системы или электронные библиотеки ресурсы электронной книги, который у нас в стране очень заметно себя проявил, в других странах менее заметно. Вот, если вернуться снова немножко к историю становления электронной книги, я вам напомню, что электронные книги пришли в цифровую среду и вот в академическую сферу гораздо позднее, чем переводика, наверное, лет на 10. и первые крупные проекты самостоятельные были NetLibrary американские все, Ibrary Квестия. Думаю, уже никто и не помнит этих названий, хотя эти проекты легли в основу самых популярных сегодня ресурсов электронной книги. NetLibrary перешло сначала к CLC, а потом стало крупнейшим проектом EBSCO, EBSCO и БУК и существует сегодня уверенно, энергично развивается. Ibrary было потом приобретено ProQuest и тоже является основой второго в мире мощного ресурса электронных книг. Вот Квестия существует самостоятельно, но тоже видно, она из школьного сегмента перешла в сегмент также вузовской научной книги. Ну, а помимо этого, за это время возникло довольно много проектов крупных издательств, таких как Springer, E-Book и многие другие. Ну, о них, о ресурсах мы еще будем говорить. Постепенно мы замечаем такой уверенный хороший рост электронной книги. Вот если как раз 10 лет назад помню на одной из первых конференций на иконах E-Library, прошу прощения, я представлял уже ресурсы электронной книги и задавал вопрос нашим международным коллегам, они очень мало что могли сказать по электронным книгам. Вот сегодня уже постоянно презентации проектов электронной книги от разных издательств это повседневность. Вот таким образом вот в контексте именно рынка академической электронной книги России была одной из первых и сегодня остается. Заслуга этого, конечно, не только нас, нашего издательства, хотя мы начинали с 2002 года работать с этим форматом, а в основном заслуга, конечно, принадлежит Министерству образования, которое вовремя распознало тренд и своими методами принудило вузовский рынок переключаться на электронную учебную. Постепенно мы растем, с 2015 года ЭБС объединяется Ассоциацией производителей и потребителей образовательных электронных ресурсов. С 1 сентября этого года стандарт ЭБС входит в действие. При этом этот рынок сильно не растет после своего того бурного возникновения. Он консолидируется, хотя я думаю, что с этого года снова пойдет и идет рост. и в целом несмотря на изменения документной базы и прочее, этот рынок чувствует себя уверенно и мы нужны библиотекам. очевидно именно. Потихоньку ближе теперь к предмету о динамике и логике исследований рынка электронных книг использования их в академических библиотеках. Здесь поле исследования довольно широкое, перечислю только основные темы дискуссий и изучения. Во-первых, все время анализируется ценность электронного формата для цель обучения, для научного исследования. Далее исследуется глубина воздействия электронных книг на практику работы, жизнь академических библиотек, каким изменением здесь это все привело. Исследуются различные кейсы инновационного применения электронных книг в академической среде. Что можно извлечь, что интересно. Текущая ситуация анализируется с публикацией электронных книг. Обсуждаются проблемы управления электронными книгами в библиотеках, связанные с различными моделями покупками, с различными форматами книг, то есть как книга работает в библиотеке. Вопросы стандартизации обсуждаются, вопросы библиографической теории и практики в электронной среде. Обсуждаются практики распространения и подвижения электронных книг в организации библиотеки. Дальше ведутся исследования изменений в предпочтениях поведения пользователей за последние десятилетия. Ну и не стихают дискуссии о будущем электронных книг и библиотеках. Ну как вы видите здесь дискуссия носит такой характер исследования пользовательской среды и практик формирующихся библиотечных практик. Формирующихся здесь. К сожалению несмотря на то что достаточно много конференций выступлений вот вебинар мы с вами ведем реально научных исследований по этому вопросу у нас практически нет. Журнал университетская книга несколько лет вело тоже свои социологические исследования но натолкнулась наверное может быть на слишком острой дискуссии в этой среде на какой-то коммерческий противодействие со стороны разных вендоров ну и наверное после первых лет бурного становления уже когда ситуация устоялась не так интересно проводить эти исследования и опять-таки так и не было в этих исследованиях некой такой научной глубины которая бы позволяла действительно вот считать их научными и вести дальше так что вот буквально можно назвать несколько книг монографии которые появились здесь вот я как пример привожу книгу Антопольского Александра Борисовича инфосфера общественных наук России вот но опять-таки обращу внимание что это в основном обобщает историю как становилась эта сфера в начале 2000-х годов и в общем не так много об актуальном состоянии вот то есть исследований у нас практически нет за рубежом ситуация намного лучше намного и вот в частности нет несколько таких фундаментальных исследований вот в основном это все на американском материале вот в частности книга электронной книги в академических библиотеках 11-го года Мунчик Абрадович книга но она тоже обобщает первый этап когда электронные книги только начали приходить в библиотеках и исследуют первичные изменения библиотечных практик и библиотечного обслуживания как они встречаются как мотивируют как включаются в процессы е-леунинг в общем обобщают первые практики вот еще интересное систематическое исследование которое ведется каждые два года Primary Research Group это уже такое ну поскольку систематическое весьма фундаментальное исследование в большом количестве библиотек начиная с 2008 года надо отслеживать то есть это очень заслуживает внимания сразу скажу что сам я не читал поскольку эта литература дорогая но некоторые цифры вот из этих исследований могу привести обратить на них внимание что сегодня происходит на международных рынках с электронной книги вот в частности 11% наименований книг больше используется в формате электронной книги чем в печатной версии вот то есть есть сегмент где электронная книга опережает печатную версию и этот сегмент растет 39% названий использовались в обеих форматах электронных и печатных то есть увидите тоже очень существенная половина практически книг используется и так и так при этом 34% названий использовались только в качестве электронных книг а 27% только в качестве печатных книг вы видите это уже такая ситуация взаимодополнения когда очень большой сегмент недоступен иначе как в электронном виде и соответственно нужно обязательно искать к ним доступ в то время как печатные тоже не уходят и не перетекают в электроны нужно иметь печатные здания 27% только однажды когда-либо использовали электронные книги а 10% пользуются электронными книгами часто вот ну и 70% используют электронные книги время от времени ну то есть большинство практически пользуются естественно переходя от бумажной книги к электронной и только некоторая часть таких фанатов скажем или по каким-то обстоятельствам используют практически только электронную книгу вот практически уже нет тех кто вообще никогда электронную не использовал ну и вы наверное в курсе тоже одно из фактов новой книжной среды то те кто читает электронную книгу активно те и больше читают и печатную книгу то есть наш современный активный читатель он не выбирает какой-то один формат а он работает активно с обоими форматами и это нам нужно себе заметить 42% охотно используют электронные книги работа из дома практически половина любит работать из дома и ничего в этом не видят с электронной книгой 55% особенно высоко оценивают электронные книги за возможность вести полнотекстовый поиск чего нет бумажных вот интересные цифры 71% книг которые недоступны в печатном виде недоступны и в электронном вот есть то есть это говорит о том что книги сейчас общий тренд в том чтобы книга была доступна и в том или в другом виде если вы не можете в одном найти то наверняка не найдете и в другом вот ну и в целом активное использование электронных книг особенно характерно для гуманитарных наук исследователей где обычно больший массив общей литературы прочитывается она должна быть такой более оперативной и всегда более объемной по числу страниц и знаков вот это свойственный нас в общем вы видите что вот эти цифры они наверное и у нас в России будут выглядеть примерно так же вот у нас еще и к тому же читатели избалован бесплатной электронной литературой это дополнительный фактор который расширяет нашу именно практику использования электронных книг у кого нет денег чтобы купить бумажную он как правило может найти электронную ну в общем наш читатель точно не отстающий в плане чтения электронной книги хотя во многих многих других аспектах он более консервативен чем представители тех кого мы называем странами развитого мира итак я подошел вот к тому исследованию которое и где мы уже остановимся на некоторых конкретных аспектах работы академических библиотек обращу ваше внимание это проект самого популярного на западе журнала Library Journal это исследование велось с паузой в несколько лет трижды в 11-12-16-ом году вы видите около 400 библиотек было учебных библиотек академических библиотек было вовлечено в этот проект то есть репрезентативная достаточно база и основные параметры этого социологического исследования здесь анализировались несколько типов библиотек Graduate Professional это библиотеки уже как бы поствузовского характера или так скажем профессиональные или крупных университетов или академические которыми пользуются доктора науки высшие то есть то что те крупнейшие библиотеки аналог которых у нас там РГБ или Санкт-Петербургский госуниверситет и прочее Undergraduate это как раз университет бакалавриата то есть в целом совпадает с нашими основной массой университетов поэтому это очень важно параллель и Community Colleges это СУЗы профтехучилища двух и четырехлетнего цикла образования ну четырехлетний цикл соответственно у нас тоже можно аналоги им привести со школы и без школы но это уже ближе к вузовскому формату вот также здесь разделяется по нескольким другим параметрам вот важный два это библиотеки ниже 100 тысяч долларов в комплектовании и от 100 тысяч до миллиона и свыше одного миллиона то есть крупнейшей библиотеки тоже разные показатели по этим типам библиотеки вот здесь график показывает о количестве доступных электронных книг и на первой первом графике вы видите это книги которые приобретены библиотеками самостоятельно для себя а вот вторые приобретены через консорциум и это наверное одно из ключевых различий практики работы библиотек по сравнению с нами у нас через консорциумы ну практически не приобретаются книги а здесь вы видите и кстати очень похожая структура приобретение то есть примерно 50-50 ну даже две трети да самостоятельно приобретается где-то 111 тысяч в среднем электронных книг на библиотеку а через консорциумы почти 150 тысяч вот то есть больше книг приходит в библиотеку через вот эти коллективные формы через консорциумы и это говорит о том что у них библиотечные закупки реально оптимизированные это получается гораздо дешевле чем приобретение самостоятельно один из источников потенциальных источников оптимизации и для нашего уровня вот здесь схема говорит об увеличении объема и финансирования электронных ну график показывает медианное число наименования электронных книг заперет с десятого по шестнадцатый год вот а вообще здесь я хотел бы привести цифры насколько увеличился объем электронных книг да это приношу изменения на этой на этом графике объем финансирования отражен а не рост финансирования а не самого объема объем намного выше вот в целом в среднем объем увеличился с 91 тысячи на одну библиотеку 2012 году до 258 тысяч 2016 то есть вы видите чуть ли не в три раза количество электронных книг высыпало на рынок и увеличило объем доступ это очень конечно внушительный рост но медианный рост то есть реальный рост учитывая не супер там большие библиотеки а вот среднего потребителя медианный рост не так велик с 35 тысяч до 47 тысяч книг на библиотеку тем не менее ну на третьих короче тем не менее вы видите что цифры которые вот американские библиотеки оперируют 90 тысяч на одну библиотеку или даже 250 тысяч это очень высокие цифры у нас сегодня на нашем рынке электронных книг по моим подсчетам экспертным оценкам фигурируют где-то 150 тысяч всего тем не менее тоже достаточно внушительный объем но на библиотеку приходится ну на порядке меньше объем вот и обращу внимание да вы видите что все линии растут средний это фиолетовая линия да при этом зеленые зеленые графики это как раз университеты видите они очень уверенно осваивают этот формат а вот красный это как раз профессиональные библиотеки вот они немножко снизились объем своих затрат вот но надо иметь ввиду что это как раз те библиотеки которые тратили миллионы долларов на электронные ресурсы и если они вот в 12 году очень много тратили то в дальнейшем цифры немножко стабилизировались они тратят чуть-чуть даже меньше чем было вот у нас тоже примерно такая картина как в профессиональных библиотеках очень быстрый рост до 12 года а в дальнейшем вот такая вот стагнация консолидация рынка теперь вот некоторые параметры отдельные как американские библиотекари оценивают ресурсы и какие основные факторы играют для покупки того или иного ресурса вот вы видите здесь довольно много параметров потом вы можете эту книгу ой вернее эту презентацию загрузить себе посмотреть более внимательно но обращу на ключевые факторы ключевой фактор это количество поисковых запросов обращений к полным текстом вот практически 53% именно от этого отталкивается второй количество загрузок электронных ну тоже практически 50% третий показатель количества сессий в работе с электронным ресурсом вот этот параметр кстати у нас по-моему нигде не отслеживается на наших ресурсах вот и четвертый наконец это количество постраничных просмотров вот этот параметр у нас ключевой в частности нашей ЭБС университет биотека онлайн вот а вообще среди других используемых факторов то что у нас ключевой фактор это оценка количества книгообращений наборов резалт кликс здесь довольно не часто используется 13% вот зато есть время проведенное на ресурсе ну вот я сказал количество тессий то есть довольно широкая палитра тех инструментов которым оценивается эффективность ресурса следующий интересный вопрос к библиотекам был что является препятствием для использования здесь важно что опять-таки утвердилось понимание что печатники формат является библиотек основной и вот 60% пользователей просят печатные книги 4 года назад таких было меньше немножко 50% так что читатели хотят все-таки иметь дело с бумажной книгой дальше препятствиями является и думаю здесь подпишутся все и наши библиотеки это то что читатели плохо информированы о наличии библиотеки цифровых ресурсов в этом уверены почти 60% библиотек так что здесь проблема не только у нас а у всех библиотек электронные ресурсы все еще не так очевидны и пока их только учатся продвигать зато очень значительно снизились барьеры которые мешали электронные книги на первых этапах своего становления это например ограниченность ассортимента сегодня уже никто на это не жалуется сложность поиском информации тоже этому всему научились неудобство цитирования тоже с этим все понятно ограничения управления правами сжились и привыкли зато появились новые причины скажем ограничения для распечатывания вот на западных ресурсах такое ограничение часто стоит недружность платформы вот это вот помеха для 40% практически отсутствие мобильной оптимизации вот если этого нет то тоже недовольство и интересно что 28% отметили наличие сопротивления со стороны факультета то есть там факультеты активно участвуют не только запрашивают то что им нужно но и отказываются от того что им не нужно основные требования к платформе электронных книг это тоже здесь есть такие уроки и нам сделать вот но обращу внимание что первое требование это возможность сохранить загрузить и поделиться книгой как файлом 94% это хотят но насколько я знаю предоставить такую опцию не могут ни у нас практически ни одна платформа ни у них но происходит это все-таки некоторые могут на западе в отличие от нас вот это важная особенность наших платформ нашего рынка ЭБС изначально становились как платформа электронных книг а не переводик переводика к ним потом зашла а вот на западе все эти платформы изначально формировались как платформы переводик в которой вы знаете всегда можно скачать скачать статью вот и очень многие платформы они практикуют подобный же подход с электронной книгой когда можно скачать отдельную главу но практически никогда нельзя скачать полную книгу вот это конечно в принципе полезная такая опция вы знаете например на нашей ЭБС можно скачать разом в виде пдф файла 10% книги это некий аналог так что в этом плане у нас тоже реализована эта опция вот но вообще другими ключевыми факторами параметрами платформы является мобильная оптимизация 91% но у нас вы тоже знаете все платформы наши ЭБС имеют мобильные приложения наличие pdf форматов вот обращаю ваше внимание с не какой-то другой там епап а именно pdf формат используется на такой платформе наличие постоянной ссылки url чтобы ее находить чтобы цитировать тоже вот 93% почти 100% разнообразные форматы для цитирования для исследований а также высокие показатели что включение интерактивного контента цвета иллюстрации возможность распечатывания книги в общем вот полный список с полным списком таких параметров можете ознакомиться основные факторы которые побуждают в покупке ресурса библиотек вот здесь интересно очень результаты потому что они по моему полностью совпадают с тем что сказали бы и наши библиотекари ну на первом месте это запрос со стороны факультета 82% то есть если требует преподавателя тогда это и покупают второе место это цена 79% опять-таки для нас тоже я бы поставил на втором месте ну и на третьем стоит требование включенности литературы программ учебных курсов вот это очень любопытно потому что у нас это можно поставить на первое место требование включения в РПД и особенно с вводом нового в ГОС практически обострилось это нас требуют только книги которые включены в РПД вот на мой взгляд в Америке нет подобного требования книгообеспеченности вот но тем не менее естественным порядком понятно любой учебный курс программы имеет списки литературы и закупаются ресурсы которые обслуживают вот эти курсы эти списки литературы вот три кита на которых держится вообще этот рынок и у нас и во всем мире и это в общем-то отрадно а так еще есть и иные факторы которые способствуют приобретению это вот в частности одновременно безлимитное использование книг мы предоставляем также в нашей ЭБС безлимитное использование на западе это практиковая еще меньше чем у нас искусственно но очень высоко ценится как вы видите 73% дальше достоинства платформы чисто айти платформы репутация издателя что очень важно ценности издателя ну и внешние оценки ресурса вот и любопытно что студенческие запросы они находятся гораздо ниже 38% все вот так что такая картина как американские библиотеки предоставляют доступ к электронным книгам тоже интересный очень вопрос потому что ЭБС и у нас у них становится частью информационно-образовательной среды которая формируется самостоятельно университетом и вот вы видите 74% предоставляет доступ к электронным книгам через свой электронный каталог то есть интегрирует электронные ресурсы внешние со своим электронным каталогом с АБИС вот у нас эта практика тоже очень распространена особенно у крупных ВУЗов вот тем не менее я думаю что у нас гораздо больше процент заходит напрямую ВБС и пользуется вот нашими сервисами без своей собственной АБИС на втором месте на западе это использование сервиса Discovery 53% входит через Discovery нет нужды говорить что у нас хотя есть потребность но распространенность Discovery несопоставимо ниже хотя предлагаю вам пользоваться нашим Discovery АПР который пока бесплатный 38% представляет доступ к книгам через алфавитный перечень A to Z вот это тоже базовая вещь в западных библиотеках и далеко не у всех библиотек есть у нас 46% дают доступ книгам через библиотечный указатель LibGuide своего университета это тоже вещь которая далеко не у всех университетов есть настолько у самых крупных и 23% через предметный указатель тематический тематический вот здесь бы я немножко остановился да потому что мне кажется вот обратить внимание стоит на LibGuide потому что это действительно показатель качества работы с информацией в западных университетах LibGuide представляет собой библиотечный ресурс по навигации по различным предметам которые изучаются в этом университете вот ну и в частности вот Оксфордский LibGuide страничка по гуманитарным наукам вы здесь видите отражены разные ресурсы и некие рекомендации по ним в общем много дополнительной информации которая позволяет ориентироваться в той подписке которая доступна университет вот LibGuide в другом университете забыл вот ну вы видите здесь по искусству дается страничка вот часто очень куратор этого предмета да библиотекаря всегда можно обратиться и она и экспертным образом формирует приоритеты описывает то есть всегда есть человек который знает чем наполняется вот отдельно специальности мне кажется это очень достойно подражания и наверное ведущие библиотеки должны это быстрее брать на вооружение надеюсь что так оно есть ну вот сервисы A2Z тоже составляются самостоятельно библиотекой это большой объем работы но это собственно для иллюстрации как это выглядит у них а вот как американские библиотеки продвигают рекламные книги настолько ли практика здесь отлично не очень отлично как мне кажется и вот вы из этого графика тоже видите 80% доносит информацию до пользователей посредством информационных занятий у нас в каждом библиотеке такие занятия есть курсы информационно-библиотечного освещения вот и там то же самое это происходит и в основном студенты на первом курсе тоже узнают через эти занятия 75% полагается наушную информацию в стенах библиотеки опять-таки очень высокий процент то есть те консультанты которые сидят в залах они все это рассказывают объясняют мне кажется у нас тоже примерно такая же картина ну и довольно широко используется информирование через веб-сайт библиотеки и социальные сети опять-таки те же самые инструменты липгайд 70% библиотеки информируют алфавитный сервис 45% e-mail рассылка практикуется 30% библиотек социальные сети библиотеки 24% баннеры на сайтах ну и по нисходящим вот мне кажется эта практика весьма совпадает с той что и у нас в нашем библиотеке ну и несколько последних слайдов очень интересных вот касающихся закупки электронных книг вот здесь два слайда по объему денег и по процентному соотношению в комплектовании библиотеки вот при этом финансирование комплектования по сравнению с 2016 году по сравнению с 2012 даже немножко снизилось но в всяком случае осталось на том же уровне в среднем в среднем вот но динамика очень сильно различается по типам учреждений не работает с электронными книгами только 3% и это очень или маленькие библиотеки или какие-то специфические проблемные вот а дальше распределяются доли по количеству денег расходуемых на электронной книге вот вы видите самый маленький сегмент это меньше 10 тысяч долларов 26% и это в основном библиотеки небольшие библиотеки колледжей вот основной массив распределяется от 10 до 25 тысяч это 28% и от 25 тысяч до 100 это 23% то есть вот эти два больших сегмента это между 10 и 100 тысяч долларами то есть от 600 тысяч рублей до 6 миллионов вот ну и есть конечно лидеры свыше 100 тысяч долларов тратят 21% библиотек это очень немало то есть свыше 6 миллионов очень немало вот ну и это и есть конечно библиотеки с бюджетом более миллиона долларов на электронной книге так что вот так с деньгами конечно с деньгами там лучше а вот часть бюджета которые уходят на электрон книги по отношению ко всему бюджету остается большой сегмент 24% тратят не более 5% общего бюджета они так не всерьез работают но у этих не так много а вот дальше идут основные большие сегменты 32% до 10% бюджета а вот 25% до 25 четверти бюджета и лишь 13% расходуют более четверти своего бюджета вот учитывая их финансирование это серьезные как мы видим деньги ну а если взять среднее значение для всех типов образования то это 11-12% от бюджета вот здесь я скажу что наши библиотеки особенно вузовские демонстрируют гораздо более высокие показатели по моим представлениям это уже там около 50% уходит на электронные книги но у вузов у колледжей конечно гораздо ниже вот тем не менее все западные библиотеки уверены что рост что будет рост этой доли и рост этой доли будет за счет бумажных не посуществляться то есть там вот этот естественное развитие этого сегмента продолжается теперь по моделям подписки ну вы видите ключевыми остались три формата которые доминируют первые 80% практически это модель подписки по которой работают в основном и у нас все библиотеки с МБС а вот второй показатель это по книжной продаже он тоже очень высокий почти 80% но нужно видеть что в 12 году он был гораздо выше то есть в целом подписка выросла а по книжной немножко упала вот но тем не менее видите по книжной такой классический формат он для американских библиотек остается базовым хотя он и дорогой вот и третий формат это комплектование по требованию пользователя он продолжает расти хотя достиг где-то достигает где-то 50% вот мы тоже представляем такой формат но у нас очень только публичные библиотеки работают по этой модели вот некоторые из форматов вообще исчезли из практики это оплата по использованием по машинным местам в общем они исчезающие малы вот зато появился и набирает рост очень интересная модель которая называется approval plan я ее перевожу как профильное комплектование вот в этом случае библиотека получает от агрегатора издательства информацию о новинках по интересующей тематике и отслеживает эти новинки и покупает если они подходят ей вот то есть в принципе это профильное комплектование когда подписка идет не на весь ресурс универсальный да а на определенные тематики и разделы вот этот это примерно 11% пользуются этим вот форматом причем часто покупают одновременно электронную и бумажную книгу в одном случае бумажную и другую электронную вот выглядит оно примерно вот так есть оазис такой сервис который предоставляет вот такую услугу информирования вот и когда книга приходит отмечая есть она уже отобрана и функционал когда можно книгу приобрести сразу если есть деньги у библиотеки авансовые или отложить и приобрести попозже вот при этом фильтруются книги по тематике и по издательству и вот можно подтвердить отказаться от подписки отложить или ожидать бумажный формат скажем или наоборот электродный вот вот эти сервисы готовим и мы и летом могу анонсировать у нас будет тоже такая возможность выборочного комплектования когда можно подписаться на отдельный блок это и сегодня можно ну и будут предоставляться вот это информационное обеспечение когда вы будете видеть новинки которые приходят этой теме и сможете ими оперировать вот мне кажется это очень перспективный формат подписки и в дальнейшем все большее количество библиотек будет переходить на него так вот здесь на иллюстрируется основные вендоры которые предлагают электронные книги на западе вы видите на первом месте с большим отрывом Эпско хост 82% на втором про квест и бук централ вот та ибры 58% вперед также вырвалась платформа гейл 59% вот у них по литературному критицизму онлайн еще есть ряд вот это они буквально быстро набрали темп на нашем рынке я не очень видел их вот остальные расположились как вы видите в уходящем порядке причем вот как вы видите в академических библиотеках довольно мало используется овердрайв а это лидирующий ресурс для публичных библиотек популярной литературы вот и другие форматы которые для популярной литературы такие как Amazon Ingram Books 24 на 7 это деловая библиотека My Library и другие даже Google Scholar они все используются в очень маленьком объеме то есть это подтверждает тот же самый тезис что академическая литература она сформировала свой сегмент своих лидеров и вот в этот сегмент практически не входят книги из другого хотя это тоже гиганты такие как Amazon и в них тоже достаточно такой вот научно популярной по меньшей мере литературы или ретро-литературы вот еще обращаю внимание на практику закупок западных библиотек по прямым договорам с издательством работает только 30% библиотек достаточно небольшое количество это в основном учреждения с очень большим бюджетом которые вот самостоятельно все это работает в общем у нас тоже есть большие библиотеки стараются более точечно работать самостоятельно с отдельными издательствами вот и также показатели приобретает доступ через работать через агентов платформы тоже довольно небольшой процент всего лишь 15% то есть в основном библиотеки без всяких агентов заключают договора с агрегаторами с платформами напрямую вот ну дальше информация на каких устройствах читают электронные книги вот это в принципе я уже обозначил 59% читают на ПК а вот на мобильных устройствах и даже планшетах всего 4% вот исчезающие мало вот правда вот большой очень сегмент когда библиотеки не смогли ответить на этот вопрос потому что чтение происходит из дома и в общем они не знают на чем дома их студенты читают вот так что наверное не такой низкий все-таки процент но вот обращаю внимание в 12 году считали что 40% чтения происходит на планшетах оказывается не так и наша практика тоже показывает что мобильные приложения в отличие там от митреса вот от популярного сегмента где все читается через мобильные приложения у нас проходит через него сравнительно небольшой процент читателей хотя оно удобно так какие жанры закупаются в электронной книге вот это тоже очень интересный аспект вы видите в зарубежных библиотеках с большим отрывом на первых местах реферативная литература то есть справочная аналитическая справочная литература и научные монографии до 85% причем этот рост там еще ну да стабильный дальше идет вниз то есть классика 54% нонфикшн 46% художественная литература 25% вот так такова структура закупок вот обращу внимание вот электронные книги да тоже есть вернее электронные учебники textbooks 30% и вот собственно про электронные учебники хотел бы обратить особое внимание здесь сегмент вернее график о том какие жанры студенты предпочитают читать на экране картина примерно как и закупкой с огромным отрывом следует реферативный формат то есть справочные форматы на втором только месте электронные учебники литературы с 30% но дальше идет нонфикшен монографии и различные другие виды литературы вот вы видите что в электронном формате справочную литературу предпочитают читать гораздо больше чем бумажном формате да а вот уже на уровне учебники предпочитают читать все-таки бумажном формате и монографии в общем-то тоже скорее бумажном удобно читать вот тем не менее вот обращу внимание что в структуре и доступной литературы и читательских предпочтений электронные учебники занимают достаточно скромную роль около 30% вот причем наибольшая доля это в научных библиотеках в университетах она не такая высокая там 25% а в колледжах еще ниже вот то есть если ЭБС это вообще в основном чтение электронных учебников и по статистике по объему то на западе учебники не составляют ключевого звена для электронных ресурсов электронной книги вот достаточно парадоксальный такой факт вот пример как используется у нас ВБС как вы видите электронные учебники это практически 50% всего чтения ВБС вот мне кажется это о многом говорит но во первых о структуре нашего обучения все таки на западе университеты имеют больше качества и объем научной работы соответственно больше интерес к научным ресурсам большая работа с научным форматом справочники монографии вот в то время как у нас университеты это больше более учебная работа и работа вообще именно с учебниками то есть меньше самостоятельной студенческой работы меньше работы с научными источниками не менее наукосодержательной 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 вещи вот и меньше у нас спрос на энциклопедический на справочный формат вот обращаю внимание в нашей палитре ресурсов есть такой ресурс как энциклопедию это портал авторизированных научных энциклопедий справочных это не википедия в которой пишет там каждый кто хочет а это все таки энциклопедии под научной редакции авторские интересные и объем у нас уже собран около полутора миллионов статьи 650 энциклопедий вот у нас нет ну хотя и популярный достаточно ресурс но вот совершенно нет такого приоритета преимущества и в использовании как на западных ресурсах имеют справочные ресурсы поэтому обращаю ваше внимание ну и в частности вот небольшое объявление мы в нашей ЭБС интегрировали энциклопедиум внутрь ЭБС в поиск вы можете в скором времени это увидеть можно не выходя из ЭБС пользоваться нашими энциклопедическими ресурсами в удобном формате вот ну уже я подхожу к концу это просто некоторые тренды программы замещения учебников открытыми ресурсами вот вы видите довольно большой процент 23% делают это на уровне факультета то есть есть такой тренд все шире пользоваться открытыми источниками ресурсами открытого доступа вот 8% уже сегодня делают это целенаправленно формируют комплектуют библиотеки за этот счет и экономят ресурсы вот ну у нас собственно тоже такая работа уже ведется ну что ж подвожу в итоге как вы видите практика использования электронных книг академических библиотек и в России и за рубежом в целом сложилась в целом она незначительно отличается друг друга мы понимаем наших коллег значит и они нас тоже могут понимать то есть тренды общие но при этом на западе электронные книги академические больше служат для научной работы чем учебы у нас наоборот для учебы больше чем для науки ну и особая популярность у нас электронные учебники связаны с особой специфической нашей системой образования которая имеет форму книгообеспеченности дисциплин при этом рынок ЭБС электронных книг в России я считаю более развит чем в других странах в частности нигде кроме стран англоязычных не существует национальной платформы подобные ЭБС с электронными книгами и учебниками для них не хватает рынка даже в такой стране как Германия что показывает что рынок учебников пока еще не перешел полностью на цифровые форматы и все это только в пути а у нас уже это все сформировалось причем он такой развитый в нем довольно много игроков и технологически это развитые очень качественные платформы вот дальше в России недостаточно предоставлены используются контент смежных научных сфер справочно-реферативных ресурсов научных монографий нам и дают издательство их пока очень так пассивно замедлено и спрос со стороны университетов на научной монографии достаточно низкий что очень очень плохо ну и наконец публичные библиотеки на западе более энергично включены в рынок электронных книг чем в России практически каждый из них работает вот пример овердрайв лидера показывает что там это все развито в то время как вот у нас есть проект библиотека нонфикшн мы видим как туго идет как низко финансируется публичные библиотеки ну и так что же собственно происходит с рынками школьной литературы она у нас только просыпается там еще электронная книга не присутствует и деловой литературы тоже электронная книга практически не присутствует вот к сожалению успех ВБС в университетской среде он надеюсь послужит локомотивом но пока остальные сегменты профессиональные интеллектуальные литературы они очень сильно отстают гораздо менее развиты чем на западе ну что ж спасибо за внимание собственно вот основная информация которую я предоставил поспорим на вопросы так отдельно вопросы нет сейчас все так по-моему все прослушали и благодарят без вопросов ну что ж благодарю вас коллеги за внимание за то время которое вы провели вместе с нами за то что приходите в Директ Академию пользуйтесь нашими ресурсами пропагандируйте электронную книгу мы здесь делаем общее дело и мы очень на вас рассчитываем всего доброго всем хорошего дня хочу поблагодарить Константина Николаевича за подробное изложение и весьма интересное слушателей за то что принимали участие в сегодняшнем вебинаре напомню что сертификаты за сегодняшний вебинар вы можете получить прямо на сайте Директ Академии по кнопке получить сертификат всего вам доброго до завтра до встречи до новых встреч в Директ Академии всего хорошего до новых встреч 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 до новых встреч